Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. С феминистическим приветом! Чего хотят женщины 8 марта 2017 года? А вас, народный депутат, попрошу остаться. Кого из избранников ждут на разговор в ГПУ и по какому поводу? Авария на шахте Центральная в Донецкой области. Что стало причиной и есть ли жертвы? На государственных харчах. Где находится сейчас любитель дорогой сантехники, почистивший казну на 3 миллиона? Для кого-то 8 марта женский день, духи и букеты, а для кого-то возможность поднять тему женских прав и возможностей. В следующем году этой традиции исполнится 110 лет. 8 марта 1908 года по улицам Нью-Йорка прошли представительницы социал-демократической женской организации. Они требовали сократить рабочий день и уравнять их в правах с мужчинами. И уже через 2 года этот праздник утвердили. Спустя столетия требования мало изменились и сегодня на улицы по всей Украине вышли сотни женщин. Но теперь не обошлось без зеленки, кефира и даже обвинений в пропаганде гомосексуализма. Наши корреспонденты подробнее о том, чего хочет женщина. Киевский марш «Защитник справ женщин» не обошелся без провокаций. Их четверо радикалов облили участников женского протеста зеленкой и кефиром. Утверждая, что шествие – скрытая пропаганда гомосексуальности. Это идея на раскладание украинского лада, украинского суспирства. На вечужине жимки ведь человека. Несколько сотен женщин и мужчин, которые прошли по центру столицы, призывали депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, ужесточить наказание для виновников домашнего насилия и предоставить госпомощь их жертвам более 170 тысячам человек. Мы понимаем, что люди, которые обращаются за помощью, это очень маленький процент людей, которые реально страдают от насилия. Помощь никакой от государства мы не видим. А вот еще один марш в Ужгороде закончился победой радикалов. Они вырвали плакаты участниц акции, выкрикивая оскорбления. Но сразу скрылись, когда на место прибыли правоохранители. Около сотни женщин прошли сегодня под центральным улицам Львова, чтобы привлечь внимание к правам прекрасного пола. К шествию присоединились туристы. Свобода, правильность, чиновничество, литарность. По статистике заработная плата женщин меньше в среднем, чем в члене Киев. Кроме того, есть такие... Например, женщин с детьми очень тяжело найти квартиру. И никто не даёт снять квартиру. Вот работа, женщина работает на работе, потом она работает дома. В нашей стране сейчас есть отсутствие государства для поддержки женщин, отсутствие понимания социальных проблем женщин. И это наше задание – говорить с государством и говорить с государством. Главное требование Харьковского женского марша – равенство мужчин и женщин в вопросах заработной платы. Их девиз – разность, равность и солидарность. Главное требование Харьковского женского марша – равенство мужчин. Главное требование Харьковского женского марша – равенство мужчин и женщин. Половина населения – это женщины. При этом они отрабатывают две трети всех часов, но получают 10% всего мирового дохода и владеют только 1% мировой собственности. Активистки цитировали дискриминационный, по их мнению, документ. По действующему приказу Минздрава, более 400 профессий для женщин остаются под запретом. Женщина не может водить поезд в метро. Также туда входят сварщик, высотник, все производства, которые связаны со свинцом. Это звучит немного по-фашистски. Женщина должна быть собой. Она должна осознать, что она может делать то, что хочет. Если она хочет рожать детей, она рожает. Если она не хочет, она не рожает. Она имеет право работать, имеет право не работать. Участники акции надеются, что женский день будет не просто праздником, но и поводом для властей активнее решать проблемы украинок. Наталья Савченко, Светлана Шикера, Галина Якушко, Владимир Самченко, Александр Яновский, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. А вот в Исландии уравняют зарплату мужчин и женщин. Правительство страны планирует ввести специальные стандарты оплаты труда. По новым правилам заработанная сумма для всех должна быть равной. Независимо ни от пола, ни от сексуальной ориентации, ни от этнического происхождения. Полностью преодолеть это финансовое неравенство планируют до 2022 года. По данным Евростата, во всех странах ЕС мужчины зарабатывают больше. И все же 8 марта не столько повод поговорить о гендерном и финансовом неравенстве, сколько возможность просто поздравить и поблагодарить женщин. Отмечают эту дату более чем в 100 странах, но в Украине и Международный женский день приобретает политический окрас. С подачи Института национальной памяти в запахе тюльпанов и мимоз учуяли дух коммунистического прошлого и предложили отменить празднование в этот день. Что думают о такой инициативе украинцы и как ее расценивают политики? Многие цветочные лавки в столице сегодня открылись в 6 утра для самых ранних покупателей. Об идее отменить 8 марта здесь не слышали. Правда, жалуются. Покупателей меньше, чем в прошлом году. Больше покупают? Очень плохо. А как думаете, чего? Потому что денег нет у людей. В прошлом году лучше было. А очереди стояли. В этом году все пропало. 8 марта могут отменить уже в следующем году, заявил сегодня директор Института национальной памяти Владимир Ветрович. Именно он инициатор отмены выходного в Международный женский день. По словам Ветровича, 8 марта пережиток советского прошлого и подлежит декоммунизации. Заодно выходной могут отменить и 9 мая. Я думаю, что мы позбудемся до каких-то таких атовизмов, как роднянский свят, как 1 или 2 травня. Позже уже на своей странице в Фейсбук Ветрович объяснил, Украина не должна составлять кампанию России, Северной Кореи и, например, Уганде, где этот день выходной. Но вот для многих такое сравнение оказалось весьма странным. Ведь помимо этих государств, 8 марта праздник еще более чем в 130 странах. Может еще и Новый год отменить? То есть это другой международный праздник совершенно? Я считаю, это бред. 8 марта наш праздник. Ну, праздник девушек. Все в порядке вещей. Мужчины делают подарки своим любимым девушкам, женам. Международный женский день в мире празднуют действительно по-разному. К примеру, в Израиль традицию отмечать 8 марта привезли репатрианты из бывшего СССР. Теперь женщин здесь поздравляют и родные, и близкие, и политики. А в цветочных магазинах к буму продаж готовятся заранее. Интересно было наблюдать, как менялось отношение к празднику. Местные его не отмечали. Но когда появилось много выходцев из бывшего Советского Союза, которые в этот день одаривают своих дам букетами, израильтяне стали им подражать. Сегодня у нас особый день. Тот самый, который кормит целый год. В Европе 8 марта день рабочий. Однако еще накануне в Еврокомиссии опубликовали поздравления к женщинам всего мира. Правам женщин сегодня посвятил часть своего выступления и генсека ООН. Я верю, что когда женщины будут наравне представлены во всех сферах нашего общества, мы станем сильнее, развитее, и нам будет легче поддерживать мир и защищать права человека. Единственный способ защитить женщин – это делать все для увеличения их присутствия в госучреждениях, в политических структурах, среде бизнеса, в мирных переговорных процессах. Накануне поздравил женщин с праздником и премьер, а президент особо отметил представительниц прекрасного пола, которые служат в вооруженных силах Украины. Очень важна ваша роль в защите Батьковщины. Я твердо уверен, что с такими женщинами наше найкраще в свете войско точно не переможное. Следует отметить, что в Народном фронте партии, в которую входят и директоры Института национальной памяти, на поздравления поскупились. Но вот в оппозиции пообещали – не допустят отмены праздника. Мы этого не допустим, поскольку у женщин должен быть свой праздник. На плечи наших женщин свалилась сегодня, пожалуй, самая большая тяжесть из-за экономической и политической ситуации в стране, и мы их должны максимально поддержать. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших женщин с 8 марта, пожелать им счастья, добра, мира, тепла в доме, и заверить, что мы сделаем все для того, чтобы этот праздник остался, и он был всенародным. Об отношении к Международному женскому дню накануне высказались сами украинцы. По данным соцопроса компании ТНС, 47% украинцев считают 8 марта хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. И лишь 9% вопрошенных назвали этот день советским пережитком. Алексей Пшимыский, Алла Матюшок, Сергей Ауслендер, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. День без женщин. Такое 8 марта устроили в Италии. Профсоюзы призвали прекрасную половину в этот день сделать себе выходной и заняться исключительно домашним хозяйством. В Риме к женскому протесту присоединились и мужчины-водители. Они требовали улучшить условия труда и увеличить им зарплату. После чего в городе случился транспортный коллапс. Остановилась подземка. С перебоями работали автобусы и трамваи. А к такси выстроились огромные очереди. Очередная авария на шахте в Донецкой области. На шахте Центральная. Госпредприятие Торецк. Уголь. Это на подконтрольной Украине территории. В 14 часов произошел обвал. Под завалом оказались четверо горняков. Трое самостоятельно поднялись на поверхность. А вот четвертый рабочий очистного забоя погиб на месте. Произошел выброс угля. Причины может быть геология, горно-геологические условия. Или бывает, что нарушается паспорт ведения горных работ. Надо проводить расследование. Напомню, неделю назад на шахте Степная во Львовской области произошел взрыв метана. 8 горняков тогда погибли. 23 были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Открытое уголовное производство по статье нарушения правил безопасности. И завтра с 9 утра шахтеры Львовской области начинают акцию протеста. Они требуют выплатить задолженность по зарплате, а также разблокировать счета предприятия «Львовуголь», которые были арестованы из-за долга шахты за электроэнергию. А вот у участников торговой блокады на Донбассе перерывов нет. В доказательство этого они собираются запустить онлайн-трансляции с блокпостов. Тем временем на неподконтрольных территориях продолжают закрываться предприятия, которые технологически связаны с украинской промышленностью и энергетикой. О последних новостях средутов узнаем у Руслана Смещука. Он с нами на связи. Руслан, здравствуй. Чем запомнится очередной день блокады на Донбассе? Расскажи. Наталья, приветствую. Сегодняшний день торговой блокады с оккупированной частью Донбасса прошел относительно спокойно. Не было стычек между сторонниками и противниками или блокадниками и правоохранителями. Тем не менее блокирующие продолжают говорить, что за их блокпостами или редутами, как они сами их называют, ведется постоянное наблюдение со стороны неизвестных. Поэтому в планах организация круглосуточных онлайн-трансляций. Донбасса «Помещаются автомобили, в которых сидят неведомые люди, которые при желании с нами поспілкуваться, они просто исчезают, текают. Это спостерегатели, которые безусловно спостерегают за действием, что происходит на территории нашего города. В принципе, мы готовы к любому развитию событий. Мы постоянно смотрим, что происходит в наших лавах. Также в планах у нас есть поставить видеокамеры для того, чтобы люди могли переглядать онлайн-трансляцию, что происходит на редуте и что происходит на колеях. Сегодня мы были на железнодорожном редуте в Бахмуте. Железнодорожное сообщение там заблокировано частично. Ну, то есть поезда, электрички, следующие на подконтрольной станции пропускают, остальные нет. При этом участники блокады даже проверяют документы у железнодорожников. У нас только ходят электропоезда. И раз в пять дней по накладным, а также с представителями общественности Бахмута, мы ведем видеофиксацию, проходит на глиняный карьер, который находится за Курдюмовкой, это на украинской территории полностью. Мы находимся постоянно на чуку, как бы, да, не спим. Как сообщают наши источники, на оккупированной части Донбасса, скорее всего, из-за блокады, остановилось еще несколько крупных предприятий, технологически связанных с производством на подконтрольных Украине территориях. Это шахта «Комсомолец Донбасса» и «Инакиевский медкомбинат». Вот такие новости к этому часу. Наталья? Спасибо, Руслан. Руслан Смещук отслеживает торговую блокаду на Донбассе. А вот в Конотопе Сумской области в блокаде не рады. Там местные жители выступили против нардепов Семена Семенченко и Егора Соболева, а также всех остальных участников блокады. Горожане считают, что вопрос о торговле с оккупированными территориями нужно решать в зале парламента, а не в полях, перекрывая дороги или железнодорожные пути. Народный депутат, понимаешь, разжигаешь войну. Ты на Путина работаешь, понял кто ты? Ты на Путина работаешь, послушать. Урод, мы проезжали, ты народный депутат. Постановись. Вот поговори с людьми. А куда ж ты ушел? Едьте отсюда, не путите воду. Еще четверым народным депутатам придется поговорить в ближайшее время со следователями Генеральной прокуратуры. На разговор пригласили лидера радикалов Олега Лешко, его однопартийца Андрея Лазового, а также нардепа от Народного фронта Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Белецкого. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Олег Лешко. Повестка датирована 6 марта, и в ней указано, что депутатов вызывают в качестве свидетелей. Пресс-секретарь генпрокурора в эфире одного из телеканалов заявила, что причина допроса проста. ГПУ просто проверит, заплатили ли нардепы налоги с тех наличных сумм, которые они указали в электронных декларациях. Точную дату допроса пока не озвучивали. Допрос Лешко, Лазового, Левуса и Белецкого это только первый шаг после заполнения электронных деклараций. Об этом на своей странице в Фейсбук написал нардеп Сергей Каплин. Он убежден, что Олега Лешко вызвали в ГПУ, поскольку правоохранителей могла заинтересовать квартира депутата, которая находится на одной площадке с жильем главы МВД Авакова. И миллионы указаны в декларации. А в связи с этим, предполагает Каплин, Лешко необходимо спасать свое амплуа патриота. И лидеру радикалов выгодно намекать, что власть давит на националистов, а сам Лешко это главная мишень. Но здесь есть еще одна подоплека, а именно создание коалиции на троих. БПП, радикалы и фронтовики. Переход радикалов в эту коалицию как раз и будет камуфлироваться псевдорасследованием, подытожил Каплин свою версию. А вот их доходы в разы больше, чем минималка в 3200. Речь о судьях высшей квалификационной комиссии. В январе 2016 года ее члены в общей сложности получили более 3 миллионов гривен заработной платы. Об этом говорится в ответе комиссии на запрос общественников. Минимальная зарплата здесь 196 тысяч гривен. В среднем же судьи получили за январь по 225 тысяч. Сколько зарабатывают члены еще одного судейского органа, Высшего совета юстиции, узнать не удалось, поскольку на запрос активистов там ответили, что это служебная информация, и она не подлежит публикации. Но вот 1 апреля это можно будет спокойно увидеть в электронных декларациях. Подождем. Прокуратура Днепропетровской области заинтересовалась доходами региональных судей, мэров, председателей райсоветов и следователей нацполиции. Проверили их декларации и открыли 13 уголовных производств. Чиновникам инкриминирует умышленное сокрытие сведений о доходах и незаконное обогащение. Все подробности в сюжете. Владимир Дробитько, председатель Магдалиновской райадминистрации, приехал к нам на встречу на Форде Куга 2011 года выпуска. Утверждает, это автомобиль жены. Личного транспорта не имеет. Собственности только квартира, 68 квадратных метров. В ее декларации все указал. Прочерк поставил лишь в графе сбережения. Уверяет, их просто нет. Доходы скромные, одна зарплата. Но о конкретных цифрах предпочитает не говорить. У меня только то, что приватбанковская карточка, и таким образом. Дробить? Да. Больше ничего не надо? Ой, кредитная есть. Семья живет на одну чиновничью зарплату. У сотрудников областной прокуратуры, которые проверили ей декларацию Дробитько, возник закономерный вопрос. Откуда при столь скромных доходах деньги на автомобиль? Ведь такой даже подержанный железный конь стоит около 15 тысяч долларов. Согласно с знаниями податковой инспекции, вказанные люди получили доход, который фактически не позволял бы купить за фактом незаконного сбогачивания, за статтею 368 с позначкой 2, начать досудовое расследование. У активистов вопросы и к заместителю Дробитько Виктору Лымарю. Его электронную декларацию в общем доступе они вообще не нашли. Есть у нас в Магнолиновском районе зам, который не подал электронную декларацию. В принципе, люди заполняют сами эти декларации, они получают электронный ключ. На том же сайте, на котором мы смотрим их, это единая база, они сами авторизуются и сами заполняют эту декларацию. После того, как они ее заполнили, она сразу оприлюднуется. Ее нет. Владимир Лымарь говорит, о чем идет речь, не понимает. Дескать, документ заполнил и сдал в положенный срок. У меня есть квартира, у меня есть два автомобиля и я декларую также будинок моей жинки, который нам в спадщину достался от отца. Такие достатки. Прокуратура области сейчас проверяет, все ли чиновники отчитались о полученных доходах. Досудебное расследование проводят в отношении 13 человек. Уголовное производство открыто против судей, которые владеют целыми предприятиями, и мэров, приобретающих внедорожники по цене свыше миллиона гривен. Пока никому еще не объявили о подозрении. Если докажут, что власть имущие замешаны в коррупции, чиновникам грозит тюремный срок. Максимум пять лет лишения свободы. Ольга Иванченко, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности, телеканал Интер. Днепропетровская область. Золотой блеск за 3 миллиона гривен стало известно имя очередного любителя драгметаллов в санузле. Он даже удивил генерального прокурора. Пока вся страна обсуждает, за какие заслуги Путин наградил днепровского госслужащего, наши корреспонденты пытались выяснить, если подозреваемого в хищениях бюджетных денег не задержали, то где же он сейчас? С подробностями Елена Миндалюк. Золотой умывальник, найденный силовиками в квартире директора Днепропетровского госпредприятия электровозастроения, впечатлил даже генпрокурора. Фотографии санузла госслужащего Юрий Луценко опубликовал на своей страничке в фейсбуке. Глава ГПУ назвал имя подозреваемого в хищении 3 миллионов гривен бюджетных средств. Это Александр Зельдин. Подозрение ему уже предъявили, после чего руководитель госпредприятия традиционно резко захворал и ушел на больничный. На работе не появлялся, но и дома мы его не застали. А мы бы хотели поговорить с Александром Генриховичем? Его нет. А где он? Я должна вам на этот вопрос отвечать? Общественники не исключают. Владелец золотого умывальника уже мог податься в бега на должность директора. Предприятие электровозастроения Зельдина назначили в августе 2014-го. Спустя месяц он заключил довольно сомнительный договор. Зельдин заказал у частного предприятия по производству бумаги и картона капитальный ремонт 12 электродвигателей. При этом в бумажной фабрике на ремонт электровозов и подобного оборудования в принципе нет профиля деятельности и подобных договоров он никогда не выполнял. Поэтому данный тендер достаточно странный. Тут явно был сговор с тендерным комитетом, когда проводилась данная сделка. За ремонт Зельдин перечислил бумажной фабрике 3 миллиона гривен. Разумеется, никто никакие двигатели так и не отремонтировал. Есть у активистов и своя версия, за какие заслуги Зельдину достались наградные часы от Владимира Путина. Их тоже обнаружили во время обыска. На интернет-ресурсе Югконтроль вот такая информация. В 2016-м завод восстановил договорные отношения с Россией и выполнил заказы на поставку локомотивов на 134 миллиона гривен. Кроме хищения, госсредств Днепропетровская областная прокуратура обменяет Александру Зельдину невыплату заработной платы. Сотрудники завода не получали ее с октября 2016-го. Задолженность составляет почти 6,5 миллионов гривен. Сколько вам задолжили? Много. Несколько? Ну, не важно. А сейчас платят? На сегодня нет. Сегодня праздник. Ну, а в этом месяце... Я не могу давать интервью. Ну, задолженность таки была? Ну, таки есть. Максимальное наказание по статьям, которые инкриминируют Зельдину 12 лет лишения свободы. В ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения. Если, конечно, ее не придется избирать заочно. Вполне возможно, что уже завтра выяснится. Владелец наградных часов от Путина покинул Украину. Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер Днепр. Под обстрел сегодня попала известная волонтер Юлия Толмачева. У нее осколочное ранение головы. Водитель волонтерского автобуса получил ранение руки. По данным военных, снайпер боевиков обстрелял машину Толмачевой при выезде из села Зайцево. Огонь вел разрывными пулями. Армейцы оперативно оказали волонтерам медицинскую помощь. Позднее их эвакуировали вертолетом в Днепровский госпиталь. Состояние Толмачевой не тяжелое. Об этом в соцсетях сообщают ее друзья. Напомню, с первых дней АТО она помогает и военным, и мирным жителям в прифронтовых селах и городах. В то же время в зоне АТО боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Потерь среди бойцов ВСУ нет. Об этом сообщают в штабе. Кроме этого, сегодня подключили к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию. Она должна обеспечить водой прифронтовую Авдеевку. Все подробности узнаем у Ирины Баглай. Выезжают танки из оккупированного Донецка. Их маршрут армейцам хорошо слышен по гулу моторов. Рев, как сигнал для них, в укрытии. Шум техники, как они едут прямо из Донецка, с той стороны. Выезжают, а тогда рассредотачиваются. Может постоять сутки, может постоять, а тогда так с Ненадзька стрелять и взять позиции. Этой ночью танки молчали, их сменили минометы наемников. За цементом стоит у них АГС, минометная батарея. Терминалы и поселок у военных в прямой видимости. Но гражданским транспортом давно к дачному поселку уже не подъезжают мирные жители. Их дома теперь огневые позиции боевиков. По моей команде сразу падаете туда. Не бойтесь, падаете. Лучше отмоемся потом. Бачите склад? Да. Вон хотих. Дома, видишь? Дома такие трехэтажные, четырех. Вот оттуда гадлупят. Понял? Прицельно бьет. Оттуда работает ДШК, работает одиночными. Видно, на СОЖках стоит с прицелом. Потому что бьет очень точно. Это не сепаратисты, это солдаты. Вот, пожалуйста, посмотрите, чем стреляют по нам наши соседи. Это калибр 12,7 ДШК. Мы стреляем, вот, обычный АК-74, 5,45 калибр. С тех пор, как боевики регулярно ведут обстрелы из артиллерии, их штурмовые группы на этом участке фронта редкость. Но флаг Украины, который три месяца назад бойцы 72-й механизированной бригады подняли в нейтральной полосе, по-прежнему не дает покоя врагу. По ночам, когда туман, пытаются снять флаг. Лазят, по странам. Две группы заходили, одна из всего. С нас и пошла. Нас не обстреливали сразу, чтобы тихо пройти. А тогда мы просто их заметили, иначе завязался бой. Вопреки обстрелам и атакам, армейцы не подпускают врага ни к синежелтому стягу, ни на своей позиции. Держимся, не возьмут они нас. Всем женщинам, мамочка, с 8 марта. Всех, 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 с 8 марта. С 8 марта. Слава Украине! Героям слава! Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Безвиз для Грузии полностью узаконен. Когда же дойдет очередь до Украины? И какие аргументы Киев сегодня предоставил в международном суде ООН, где рассматривается иск против России? Подробнее расскажет Елена Зорина. Подарок в день весны. И не только для женщин в Европе, а здесь это обычный рабочий день, приготовили приятный повод для празднования Грузии. Информацию о том, что эта страна получила безвиз, опубликовали в официальном журнале ЕС. А значит, через 20 дней грузины смогут без шенгена пересекать границы Европы. Уже завтра здесь, в Брюсселе, будут обсуждать и безвиз для Киева. В профильном комитете Европарламента запланировано голосование по украинскому вопросу. И если все пройдет гладко, в начале апреля его рассмотрят и сами европарламентарии. А в Гааге Украина сегодня отвечала на так называемые доводы России. Здесь продолжают слушать дело о терроризме на Донбассе и ущемлении прав крымских татар на оккупированном полуострове. В качестве ответа на вчерашнее выступление России Киев решил передать в Международный суд ООН переписку с Москвой. Все документы, которыми обменивались с начала войны, в том числе и те, которые до этого были непубличными. Вчера Россия представила безосновательные аргументы. Представитель Москвы ни разу не опроверг того, что Россия поставляет летальное оружие боевикам, которые атакуют мирное население на востоке Украины. Промолчал. Это означает, что считает, такие поставки на самом деле существуют. Нападение на мирное население – это терроризм. Украинская делегация также призвала суд защитить мирное население Донбасса и Крыма. Впрочем, предугадать реакцию Москвы на решение ГААКского суда невозможно. Уже завтра в ГААГе снова будут выступать российские представители. И что на этот раз расскажут, пока остается только догадываться. К слову, завтра последний день публичных слушаний. Когда служители ФМИДы примут решение о временных мерах и когда начнется рассмотрение дела по сути, пока неизвестно. График уточняется. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Дать Украине летальное вооружение ни в коем случае не снимать санкции с России, призвал американский конгресс главный дипломат нашей страны Павел Климкин. Как отреагировали на его слова, Дмитрий Анопченко следил за выступлением министра в Сенате США. В зале послы Польши и Грузии, дипломаты из Латвии, Литвы, Эстонии и министр иностранных дел, который представляет Украину. Слушание проводит Сенатский комитет по ассигнованиям, больше известный как Комитет Линдси Грэма по имени его председателя. Влиятельного республиканца, который знаменит тем, насколько жестко отстаивает национальные интересы Америки. Комитет ключевой, ведь без его одобрения бюджет страны не примут. Перед тем, как за него голосовать, а через Сенат, в ближайшее время как раз должны пройти несколько бюджетных законопроектов и организовали так называемые слушания о намерениях России в отношении отдельных стран. Формулировка тяжелая и бюрократическая, однако понятно, что имеется в виду, ведь пригласили представителей Грузии и Украины, стран, которые в разное время были объектом агрессии, и государств Прибалтики, которые боятся объектом такой агрессии стать. Формально все выступающие имеют статус свидетелей, и многие действительно говорили, обвиняя. Украинский министр привел точные цифры, сколько российских подразделений переброшено в Крым и на Донбасс, и попросил сенаторов лоббировать выделение финансовой помощи Украине, но не только. Я прошу комитета четкой поддержки по целому ряду направлений. Вооружение, которое поставляют США, и военно-техническая поддержка станут мощным знаком Кремлю и дадут Украине возможность защитить свою территорию от российской армии. А главное, пока Россия не освободит украинскую территорию, не может быть никакого послабления санкций. Наоборот, их необходимо усилить. Что показательно, выступление украинского министра открывало сенатские слушания. По неписанной традиции, в Конгрессе обычно первое слово дает тому, чью позицию разделяют большинство членов комитета. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Высотка вместо санатория. Кто положил глаз на одну из последних здравниц Одессы? Вспомнить все, о чем забыл кандидат к президенту Франции Франсуа Фион. Очередной скандал в курортной Одессе. Активисты утверждают, что к продаже готовится один из последних нетронутых санаториев этого города. По обкатанной схеме его собираются застроить высотками. Так ли это, и можно ли спасти здравницу, выясняли наши корреспонденты. Элитный район побережья, 4 гектара парковой зоны. Некогда Красный Зори был процветающим лечебным санаторием. Последние 6 лет он не работал. Здесь только сдавали комнаты в аренду. И вот на днях постояльцев срочно выселили, а сотрудников уволили. Как видите, разруха. Все, что мог забрать, забирал. В Укрпрофздравнице, которая владеет санаторием, причины увольнения людям не назвали. Бывший охранник лишь пересказывает наиболее обсуждаемые предположения. Слышали только, что кто-то выкупил. Какая-то строительная компания. Этой версии придерживается и медсестра Светлана Чернецкая. Она проработала здесь почти полвека. Утверждает, на протяжении десятилетия санаторий специально банкротило его же руководство. Резали металл, вывозили оборудование. То же самое, мол, сейчас делает новый директор. Это все делалось целенаправленно? Конечно. Конечно. А сейчас бьют окна. Он специально это сделал. Охрану снял. Он специально это сделал, чтобы угробить полностью. Чтобы продать это. Местные жители организовали митинг. Опасаются, красные зори повторят судьбу десятков других таких же одесских санаториев, на землях которых теперь стоят многоэтажки и коттеджные поселки. Дескать, схема, в принципе, везде одинаковая. Сначала нужно довести предприятие до ручки. И дальше правление акционерного общества этого на своем собрании говорит, ребята, этот актив непрофильный, убыточный. Надо его продавать. На кону миллионы. Естественно, что такие деньги, они, так сказать, находят заинтересованных лиц. Директор санатория, а он также пришел на митинг, все эти версии называют беспочвенными домыслами. Мол, наоборот, укрпровздравница пытается спасти объект от продажи. Говорит, санаторий погряз в искусственно созданных долгах и судебных исках. Вот поэтому и решили остановить работу и провести аудит. Правда, что планируют делать дальше с красными зорями, не говорит. Ссылается на начальство. Есть понятие финансово-экономической деятельности, которое не всегда может быть публичным. Я нанятый исполнитель. У меня есть очень много начальников Киева. Они принимают решение окончательно. Мы пытались получить комментарий у руководителей Укрпровздравницы, но сегодня выходной день. Никому из них не удалось даже дозвониться. Активисты, между тем, намерены следить за событиями вокруг красных зорь. И на всякий случай предупредили, готовы к акциям протеста. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Лесной протест. В Черновицкой области на пикет вышли жители нескольких сел. Митингующие уверяют, что уже несколько лет ведут борьбу с незаконной вырубкой леса. А напилили здесь уже на сотни тысяч гривен. Как на такие заявления реагируют сами лесники, видела Ольга Паломарюк. Степан Татарин показывает лес, где еще недавно собирал грибы. Правда, сейчас этот участок лесом назвать сложно. Остались сплошные пни. Парень рассказывает, дубы и буки пилят местные лесники, прикрываются тем, что проводят санитарную чистку. За несколько метров от участка обнаруживаем склад. Местные жители рассказывают о незаконных вырубках неоднократно, сообщали правоохранительные органы. Но до сих пор на все их заявления не получили никакого ответа. Сегодня решили действовать жестче, перекрыли дорогу. Сейчас заклимировали полностью весь молодняк. Сплошно. Народ взмотился. В Кинесах воды нет. Дороги разбитые. Лес уничтожен. Что мы лежим сегодняшним днем. Мужчины ходят по пешеходному переходу. За всем молча наблюдают лесники. Журналистам говорят, рубки законные. Пиляете дубы? Если они в рубку подлягают, рубаем, конечно. А мудрые? Так само. В прошлом году было проверок тут 15. Переверяли все службы. Забрали всех в один день. Никакого порушения не выявлено. В чем вопрос? Услышав оправдание директора лесхоза, местные взбунтовались. Я вам скажу, в данной зоне категорично заборонено рубать. Категорично. Это вы так думаете? Категорично. Потому что нет, никакого дозвола нет. Это я вам скажу. Никакого дозвола нет. Нет, не было и не будет. А это у вас, вы вырубаете сплошно, вы разумеете? Активисты уверены, все разрешительные документы или подделка, или выданы за взятки. Рубок здесь быть не должно. Ведь эта территория – часть рекреационной зоны. В конце концов, селяне разблокировали дорогу, но поставили условия. Требует, чтобы в ситуацию вмешались депутаты райсовета. А если и тогда ничего не изменится, обещают заблокировать все въезды в лес шлагбаумами. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Закарпатская область – рекордсмен по количеству мостов в стране. И большинство из них устали уже не меньше, чем Шулявский мост в Киеве. Планируют ли местные власти отремонтировать сооружение, которым уже больше ста лет? Наша съемочная группа провела собственную ревизию. Давайте посмотрим. Аварийный мост для фур закрыт. Эти таблички и баннеры установили после того, как в прошлом году на Береговском мосту появились трещины. Сооружению бы отдохнуть его построили еще в 1853 году с расчетом на лошадиные повозки. Но современным многотонным грузовикам ни возраст, ни установленные ограничения, ни помеха. Полиция ловит, но проблема в том, что транспорта нет куда ехать, поскольку не существует обезьянной дороги. Местные водители говорят, каждый переезд по мосту, как лотерея, выдержит или нет. Каждый раз заезжаешь и боишься. Может под тобой, может под кем-то. Может взвалиться. Там трещины. Жительница Берегова Елена тоже возмущается. Ежедневный поход за продуктами через аварийный мост превращается в квест. Береговский мост не единственный аварийный в области. В сети есть видео еще одного раритета моста возле села Тересва на трассе Мукачево-Рагатин. Ему почти 100 лет. Он тоже аварийный. Неподалеку, буквально в 10 километрах, мост в селе Буштыно тоже наладан дышит. Практически непригодный до проезда через него. Паранельно стоит новый город, который с десятков лет не добудовывается. Если мосты в Буштыне или Тересве выйдут из строя, транспортное сообщение на трассе государственного значения Мукачево-Рагатин будет приостановлено. Вы видите, как дорога идет. Тут же никуда нет ни объезда, ничего. Практически все дороги у нас идут вдовж реки. Дорожные службы не скрывают. Больше половины закарпатских мостов нуждаются в ремонте. Работы не могут провести, мол, нет денег. Каждый год из загальной количества финансирования на мосты выделяют 5-6%. Место очень дорогостоящая, штучная споруда. И в эксплуатационном получении также. И все же в дорожной службе нас заверили, что деньги найдут. Готовы даже взять кредит, чтобы мост в Берегове отремонтировать уже в этом году. В Буштыне планируют достраивать новый путепровод. А вот что делать в Тересве не знают. На строительство нового моста необходимо полмиллиарда гривен. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Премьер-министр Польши Беата Шидла просит лидеров ЕС не поддерживать кандидатуру действующего главы Евросовета Дональда Туска на вторую каденцию. В польские СМИ попал текст письма, которое Шидла направила руководству Евросоюза. По словам журналистов, она считает, что сейчас Европейский Союз переживает глубокий кризис. Отсутствие поддержки для Туска со стороны своего правительства, она поясняет тем, что он поддерживал антидемократические действия нынешней польской оппозиции и тем самым превысил свои полномочия. Я напомню, срок каденции Дональда Туска на посту главы Совета ЕС истекает 31 мая. Беженцев в транзитные лагеря. Венгрия ужесточает миграционное законодательство. Гуманитарным визам нет, решает Европейский Союз. Суд. Все подробности новых европейских миграционных нововведений узнаем от Татьяны Лагуновой. Гуманитарных виз для беженцев не будет, по крайней мере, обязательных. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге. Он постановил страны ЕС, вольны сами решать, выдавать просителям такие въездные документы или нет. Иск подала семейная пара с тремя детьми из сирийского города Алеппо. В прошлом году они сдали документы на визы в посольство Бельгии в Бейруте. Семья хотела легально попасть на территорию ЕС и уже на месте попросить убежища. В визах им отказали и сирийцы оспорили решение. Суд навстречу не пошел во многом, чтобы не открывать новый путь для беженцев в Европу. Нелегко теперь придется и беженцам, которые ищут приюта в Венгрии. Сегодня парламент страны ужесточил миграционное законодательство. Всех просителей убежища, пока их документы не рассмотрят миграционные службы, теперь будут содержать в транзитных лагерях в приграничных зонах. Закон, который одобрили большинство венгерских депутатов, предусматривает. Содержать беженцев будут в грузовых контейнерах, запретят им покидать транзитные лагеря и свободно передвигаться по стране. Одновременно с драконовскими миграционными нововведениями Венгрия начала строительство еще одного, уже второго забора на границе с Сербией. Решение построить первую стену правительство Венгрии приняло очень быстро, и забор получился не идеальным. Контрабандисты-торговцы людьми могли прорваться через него с помощью инструментов. Новая стена будет оснащена датчиками движения и камерами, реагирующими на тепло. Миграционную политику Венгрии уже раскритиковали ООН и Европейский Союз. Брюссель снова пригрозил Будапешту санкциями за нежелание принимать беженцев. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское. Бюро телеканала Интер. И о месте британского премьер-министра. Члена Палаты Лордов уволили с поста в правительстве за неугодное голосование. Лорд Хезилтайн возглавлял вчерашний бунт парламента против закона проекта по Брекзиту. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Одно голосование стоило ему должности. Лорд Хезилтайн в политике уже полвека был министром обороны в правительстве Тэтчер, заместителем премьер-министра Мейджора. А последние шесть лет работал экономическим советником в правительстве. Его услуги оказались не нужны после вчерашнего отказа Палаты Лордов поддержать законопроект кабинета министров по Брекзиту. Пэры отправили документ на доработку, требует, чтобы после заключения сделки по выходу из ЕС ее условия вынесли на одобрение парламента. Правительство с этим категорически не согласно. И с главным бунтарем рассчиталось уже на следующий день. Самому Хезилтайну к борьбе с властью не привыкать. Во времена премьерства «Железная леди» он так рассорился с ней, что выходя из ее кабинета хлопнул дверью и тут же подал в отставку с поста министра обороны. А потом затеял кампанию по свержению Тэтчер. Тогда получить ее место Хезилтайну не удалось, но отправить премьер-министра в отставку получилось. И вот четверть века спустя он снова поссорился с женщиной-премьером. Хотя, как оказалось, никогда толком и не общался с Терезой Мэй. У нас не было возможности поговорить о наших разногласиях, но я ни в коем случае не критикую Терезу Мэй за это. Она очень занятой человек. А для меня было неизбежно сделать то, что я считаю правильным. Политика отошла на второй план. На первом были мои убеждения. Сама премьер не комментирует увольнение политического тяжеловеса. Эту новость затмила презентация уточненного бюджета на этот год. Министр финансов прогнозирует довольно успешный этап для британской экономики. Правда, не скрывает, будущий год может быть посложнее из-за Брекзита. Но в последующие несколько дней обсуждение главной сметы страны, скорее всего, затмит разговоры о выходе Великобритании из ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Ну и не дня без свежей порции обвинений в адрес Франсуа Фийона. На этот раз журналисты раскопали, что кандидат в президенты Франции не задекларировал 50 тысяч евро кредита. Информацию обнародовало то же сатирическое издание, которое ранее сообщило о незаконном трудоустройстве жены Фийона. Политик одолжил деньги у бизнесмена в 2013 году. По словам адвоката Фийона, упомянуть об этом кредите он просто забыл. К тому же он полностью погашен. Лидеры республиканской партии, несмотря на очередные обвинения, подтвердили, что поддерживают кандидатуру Франсуа Фийона. А канцлеру Германии пришлось давать показания в деле о дизельном скандале. В Бундестаге Ангелу Меркель допрашивала комиссия, которая расследует дело о манипуляциях концерна «Фольксваген». Напомню, на автомобилях этой марки было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать данными о выхлопах. Специальная комиссия должна была выяснить, насколько правительство Германии было знакомо с этими ухищрениями и какие меры предпринимало. Канцлер выступила в деле как свидетель. Она заявила, что узнала о скандале в 2015 году из прессы и призвала министра транспорта сделать все, чтобы пролить свет на это дело. Как феминистки повлияли на светофоры в Австралии и кто в честь 8 марта составил кампанию манхэттенскому быку? Об этом и не только в нашем обзоре. На Мальте обрушилось лазурное окно. 28-метровая скальная арка естественного происхождения рухнула утром 8 марта. Достопримечательность была объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и излюбленным местом туристов. Рухнула арка из-за естественной коррозии. Куски известняка откалывались от скалы вот уже несколько лет. Одну из длиннейших в мире дамп строит Кувейт. Длина моста 36 километров. Кувейт планирует инвестировать 100 миллионов долларов в так называемый шелковый город. Богатая нефтью арабская страна хочет оживить торговый путь по древнему шелковому пути и создать крупную зону свободной торговли, соединяющую Персидский залив с Центральной Азией и Европой. Женские светофоры установили в Австралии. Человеческие силуэты одели в юбки на 10 светофорах Мельбурна. Эксперимент по просьбе феминисток продлится год. Новшество вызвало бурное обсуждение. Многие недовольны, дескать, внедрять в умы идею равенства полов следует более серьезно. Возле легендарной статуи быка на Манхэттене установили новую скульптуру. К 8 марта. Она символизирует расширение возможностей женщин. Бронзовая статуя будет ежедневно напоминать о гендерном равенстве представителям бизнес-структур, которые смогут видеть монумент из окон своих офисов на Уолл-стрит. Умный замок для велосипедов придумали разработчики в Южной Корее. Работает он с помощью смартфона. Автоматически блокирует переднее колесо, когда владелец отдаляется от транспортного средства. Если кто-то попытается взять велосипед, включается сигнал тревоги. Вскоре привязывать свой двухколесный к трубе или перилам уже не придется, обещают разработчики. Теперь искусство станет более доступным. Программисты создали приложение «Шазам» для живописи. Новая программа для мобильных телефонов позволит узнать название автора и историю картины. Стоит только навести ее на камеру. А еще покажет комментарии друзей и самих художников. Smartify будет распознавать не только картины в музеях, но и репродукции на открытках или плакатах. Заработает приложение в мае этого года. На сегодня это все. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok